Я вас приветствую в этом видео обзоре. Меня зовут Федор Васильев. Ну, я думаю, многие меня уже знают. В этом видео новинки Gridbox. Совсем недавно конструктор страниц на Joomla обновился. Разработчики внесли долгожданную возможность. Это эффекты при наведении мыши в разных местах конструктора. Это возвышение объектов при наведении мыши. Это элементы сайта. Это кнопки, колонки и так далее. Это появление тени при наведении мыши. Это скругленные края. Это все анимировано у нас будет с вами происходить. Смена картинки и многое другое. Ну, я много разговариваю. Давайте ближе к обзору и посмотрим на эту красоту. Лично сам я очень долго ждал этих нововведений. Все это реализовывалось раньше кодом. Теперь не придется этого делать. Все очень легко и просто настраивается. Давайте посмотрим. Давайте сначала посмотрим, что получилось. Сейчас перед вами один из моих сайтов, который сделан на Gridbox. А уже потом, позже, мы с вами в этом видео посмотрим изнутри, как это настраивается, где это настраивается, чтобы получить желаемый эффект. Раньше на этом сайте, на этой странице у меня вот эта кнопка была плоская кнопка. Теперь вы видите, есть некая толщина, которая показывает, как будто бы 3D-кнопка. И эффект получается у нас такое прожимание, да, как будто кнопку мы прожимаем. Вот эффект виден здесь. Дальше здесь она еще расширяется. И плюс скругленные края немножко, кнопка становится более округлой, если обратить внимание. Также ниже вот эти вот элементы при возвышении, это все новые опции Gridbox. Все это раньше было здесь тоже, но это было реализовано за счет стороннего кода. Сейчас это все встроено, что приятно, и что новичку будет абсолютно понятно, как это все реализовать. Также на другом своем тестовом сайте я реализовал свою фотографию. Просто для наглядности, при наведении мыши на изображение у нас появляется эффект терминатора, скажем так. Вот это все очень просто и легко сделать. Давайте посмотрим теперь изнутри, как это все можно настраивать. Зайдя в визуальный редактор конструктора Gridbox, например, если я добавлю строку, уже здесь в настройке вы можете зайти и как увидеть новые опции. Здесь на вкладке фон появляются вот такие вот иконочки. Там, где есть эта новая опция, то есть это возможность. Там, где выбрать цвета, градиенты, изображение, плюс при наведении как раз-таки сделать какой-то эффект. Изначально это выключено, нужно переключить ползунок и появляются у нас как раз элементы. То есть если мы кликаем теперь вот на эту кнопку, где просто стрелка, и выбираем, например, изображение, давайте прямо наглядно это сделаем. Возьму свое изображение. Опять же, изображение, видите, если в строку добавляем, оно нуждается в настройке. Давайте быстро это сделаем. Чтобы изображение было видно, здесь нужно снизу внутренний отступ и сверху добавить пикселей побольше. Вот вы видите, изображение становится так проглядывает, да, его видно уже. Видите, при наведении оно исчезает, потому что мы с вами активировали данный эффект, но при наведении я ничего не сделал. Теперь я кликаю на кнопку при наведении и просто выбираю другое изображение. Такое же изображение одного размера, чтобы эффект был такой вот хороший, изображения должны быть между собой прямо одинаковые. Единственное, только что здесь наложен грим на одном из изображений. То есть вот он уже эффект получается у нас с картинкой. Причем картинки же могут быть еще разные между собой. Также при включении данной опции появляется здесь вот такая иконка, кликнув по которой здесь на самом деле вот это вот волнами показано, как анимация происходит. То есть более плавно, более рывками, более, например, снизу тут она так прогибается, сверху она загибается. Просто выбираете эффект. На самом деле визуально это видно, конечно, плюс продолжительность этой анимации можно сделать, чтобы она максимально медленно появлялась. Максимум выбрать можно одну секунду. Также здесь, в этом окне появляется дополнительная иконка. Это уже возможности вот этой анимации. Где-то рывком она появится, где-то она появится более плавно. Здесь просто нужно уже поиграться более детально вот с этими опциями. То есть аналогичную опцию вы можете встречать в разных местах на сайте. Теперь смотрите, у нас было изображение при наведении, а теперь если я при наведении, я сделаю цвет. К примеру, возьмем какой-то цвет. Скажем, в спокойном состоянии цвет белый, а при наведении синий. Получается у нас вот такой вот квадрат, прямоугольник, где при наведении меняется цвет. Причем здесь же может быть контент внутри этого прямоугольника. Вы здесь можете добавить какой-то там плагин, еще что-то, все что угодно. Давайте сделаем так. Я разделю на три колонки. Пускай вот эта вот колонка у нас такая цветная. Плюс прямо здесь давайте проработаем. Мы с вами посмотрели по цветам. Дальше смотрите, наложение тоже можно включить. Ну, на самом деле, наложение цветом. То есть, скажем, чтобы она еще затемнялась. Видите, она затемняется при наведении еще. Цвет затемнения выбирайте здесь. Здесь все понятно. Дальше уже, я думаю, просто по аналогии вы все сможете настроить. Просто вы должны понимать, что на вкладке макет тоже теперь появляется практически на каждом этапе настроек вот эта вот иконочка. То есть, внешние отступы. Например, если я переключаю, выбираю при наведении. Например, сделаю 30 пикселей. То она у меня, видите, смещается вниз. Вот этот весь прямоугольник. А если я поставлю минус, то он поднимается наверх. Также здесь можно сделать какую-то более плавную там анимацию. Ну, тут надо поиграться с настройками. Также при этом внутренний отступ тоже можно здесь настроить. Добавить рамку, чтобы еще появлялась у нас рамка. Давайте при наведении пускай будет рамка. А цвет у этой рамки будет красный. Рамку не видно. Давайте сделаем потолще. Вот она теперь потолще. Давайте рамку сделаем пунктирной. Вы видите, что происходит. Возвышается объект, плюс появляется рамка, плюс я хочу добавить скругленные углы. То есть вот она у меня скругленная становится. Ниже, например, активируем еще и тень. При наведении пускай будет тень. Сделаем значение тени, сделаем ее потемнее. Вы видите, появляется тень. Давайте я сохранюсь и прямо на сайте посмотрим. Вот сейчас здесь хорошо видно тень. У меня просто блок залит серым цветом. Давайте я его сделаю белым. Кстати, здесь тоже в этой секции можно работать с новыми опциями. Цвет у меня будет белый. Но тогда здесь давайте я цвет поменяю не белый, а какой-нибудь такой. Чтобы тень просто была лучше видна. Смотрите, я обновлюсь. Вот видите, что у нас происходит. Но с тенью здесь интересный момент. Здесь есть вот такой вот переключатель. Горизонтальный. То есть получается отступать тень по горизонту, также по вертикали. Это как раз то, что можно настроить здесь 3D кнопку таким образом. Размытость дать. И некую такую вот толщину. На самом деле, видите, мы видим сразу, как работает тень. Потому что ползунок у меня выбран здесь в спокойном состоянии. А при наведении здесь как раз таки такого эффекта не будет. Смотрите, добавляем, например, плагин. Элементарно просто возьмем кнопку. Чтобы вы просто понимали. Открываются настройки кнопки. Вы можете перейти в дизайн. Например, цвет. У нас с вами активирован ползунок. При наведении. Ну, с цветом здесь понятно. Давайте лучше посмотрим что-то поинтересней. Пускай кнопка поднимается. Включаю ползунок. Выбираю переключатель при наведении. Ставлю минус 25. И вот вы видите, как кнопка у меня поднимается при наведении. Думаю, дальше смысла показывать нет. Остальные опции аналогичны. Просто наблюдайте, смотрите. Этот эффект сразу здесь виден. И можно здесь интересно как-то поиграться с настройками. Например, вот такая кнопка. Вот здесь все равно не видно всей красоты. Давайте я все-таки не поленюсь сохраниться. Обновлюсь. Вот мы видим кнопку. При наведении. Смотрите, какой получается интересный эффект. И также есть дополнительная новая здесь опция. В режиме редактирования у нас появляется вот здесь кнопка. Слева в углу кнопка. Быстрый просмотр страницы. Предпросмотр. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне. Узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво. Можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация. Курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретении данных веб-инструментов.